Привет! Давно я не выходила в прямой эфир. Соскучились, нет? Пока нет никого. Пока никого нет. Я протру камеру сейчас. Чисто был год. Хорошее качество. Привет всем! Как дела? Как дела? Что хорошего? Что сделали? Доброго, полезного рассказывать. Маньте, допустим, уже английский выучила, да, Маньте? Да. Конечно. Как ты английский? Хорошо. Насчет сыроедить этим летом, сейчас я пойму, где я буду. Мне вообще-то надо было посыроедить, конечно. Куда я еду? Еду на съемку. Какой маркет тени я использую? Вот именно этот макияж мне сделал Сырдар. И мы записали с Маньте видеоблог. И я вам расскажу прям вот полностью, какая продукция была использована. Какие тени, румяна и все делишки. Ждите прям день-два. Вот. Сегодня просто съемка, и мы сейчас едем на съемку. Еду снимать свою зимнюю коллекцию 20-го года. 20-го века, как это было сказать. Виктория Боня by Tomfar. Линейку расширили. Она теперь будет большая, огромная. Будет около 30-ти позиций, наверное, минимально моей линии. У нас уже, когда мы начинали, у нас было 120 магазинов. Ну, у нас это как будто Tomfar. А сейчас сколько? 160, по-моему, уже. 160 магазинов по всем бывшим странам СНГ. По странам бывшего Советского Союза, вернее. Can you speak English? I don't understand... I don't... I don't Russian language. Okay, I guess you don't understand. Of course, let's do that in English. English... Подождите, я предлагаю... Турана, ты здесь, дорогая? О, сейчас мы сделаем прямой эфир. У меня есть учитель, который как раз-таки Мальци учит английскому. И мы сейчас... Wait, let's guys have... I'm gonna connect a friend of mine. She is my friend's English teacher. So, let's see. We're waiting for her to... Hi from Houston. Hello, I've never been to Houston. How is the Houston? How is the Houston? Wait. Слушай, ты можешь написать Туране? Потому что я добавила... Потому что пусть она к нам пришёт. Нет, у меня не винир. О, Турана! Привет! Привет! Hi! Do you hear me? Yes, I do hear you. На английском просят говорить. Ну, слушай, ну, как бы, понимаешь, я только за. Здесь просто надо понять, чтобы народу всё было понятно, да? То есть давай мы попробуем по-английски поговорить, а потом, наверное, и по-русски поговорить, чтобы было всё понятно, да? Давай, давай. И многие спрашивают, как учить английский. Вот я предлагаю, вот Турана как раз, которая сейчас в прямом эфире, у неё целая школа с педагогами по всему миру, носителем языка, которые могут с вами по скайпе, по ватсапу учить английский в любое время, удобно для вас, да, и в любом месте. Да, ну, на самом деле, есть такая какая-то интересная тенденция против онлайн-обучения. Я видела, что ты даже делала свои онлайн-курсы. Расскажи, пожалуйста, вообще по поводу онлайн-обучения. Это вообще реально или нужно по старинке за партой в школе? Ну, мне кажется, что... Ну, как ты считаешь маниться за партой в школе? Нет, это очень скучно, неудобно, потому что ты в любое время можешь с любой точки мира выйти пообщаться с учителем. Тебя так же проверяют, всё так же происходит. Да, и не надо быть привязанной к... Окей, в английском, пожалуйста. Мы были просто... Окей, давайте поговорим в английском. Давайте поговорим в английском. Как ты делаешь английский? Когда люди спрашивают, как ты научишь английский? И я всегда отвечаю, что я буду думать. Да, это неожиданное процесс. Да. Окей, почему ты не нужна английском? Почему мы вообще не нужны английском? What do you do with it? How do you apply it? Honestly, I think it's such a shame not to have any other languages than your own language, the native language that you got. I think it's a bit... I don't know. Like, today, we can travel, right? We can find many friends. We can discover countries, cultures. So, I think English, at least, like, one language, the easiest one, it's English. You have to learn, guys. Absolutely. Absolutely agree with you. So, what do you think? When we have English, do we have more opportunities, like, to go somewhere abroad, to have some projects abroad? Does it help you? Does English help you, really? How did it help you? Darling, I speak not only English. I speak Spanish. That helps me a lot, as well. And my Spanish is not as good as English. I think, as many languages you learn, better it is for you and for your opportunities. Absolutely. Even for work opportunities, right? Yeah. How many hours per day do you speak English? Sometimes when I move... Because, you know, I don't live in Moscow. So, sometimes I speak all the time. Absolutely. It depends where I am. Hi, guys. Look, we're gonna get... We got a lot of, like, hey comments, like, English comments. Yeah. They love it. Yeah. Because, you know, when I'm alone by myself here, I can't speak English because they're not asking me anything. So, here, at least, we can have a communicate... conversation. So, we can say that not all Russian-speaking people can speak English, but they definitely need English because it helps them to get more. Exactly. Hola, qué rico. ¿Hablas también en español? Sí, claro. Hablas en español también. Pero necesitas practicar español. Por favor, escriba con... Habla conmigo. Vamos a practicar. Nosotros... It's great. Okay. Vika, can you... Help you? How did the English knowledge help you, like, last time? First of all, I have to say, when I moved to US, it was in 2001 and 2002, I thought I speak English well because I was in Europe, but I was able to communicate. Then, when I came to America, I realized I don't understand anybody, any words, anything they were saying. Then, in one month, you know, I started to kind of, like, pick it up. And how does it help? I can book myself a ticket. I can do anything. I can call to my bank, which I have in America. And I can, you know, I can just stop, you know. And also, I do something, like, now I start hosting events in English and in Russian, kind of, like, which is amazing. I'm going to host a gala dinner very soon, the end of July, and it's going to be in English. So, I'm going to get more work opportunities as well. Yes. Mainly, because I don't think that's... I don't think that's... Yeah, Turana спросит, как английские помогают. Я говорю, даже работа появляется. Да, что сейчас приглашают вести мероприятия на английском тоже, что очень здорово, потому что это как раз дополнительная работа, дополнительные возможности. Yeah. Отлично. Отлично. So, Turana, let me ask you something now. Okay, please. If you want to learn English, what should you start with? That's a very good question. That's a very good question, and I think you should start with your purpose. Because usually people say, I need English because English is a great opportunity. It's a general purpose, like, I need English problem. You need to define why do you exactly need English. То есть девочки-мальчики, которые нас смотрят. Если вы говорите о том, что вам нужен английский, такая фраза типа, ну, его же учат все, или на нем говорят все, вам точно не подойдет. Это как, знаете, мне нужно сбросить вес, потому что все худеют. Серьезно. Это должна быть внутренняя причина. Вам лично должно быть с кем общаться. Это первое. Найдите реального человека или реальную возможность, где и с кем вам надо общаться. Я думаю, что, Вика, у тебя было точно так же. У тебя же не было такого, что, типа, ну, все учат английский, значит, я могу. У тебя было реально понимание, как ты его можешь использовать. Ну, у меня началось с того, что я начала путешествовать и не понимала ничего, ни одного слова. Ну, да, то есть у тебя появилась реальная потребность, да? Да, правда. Ты здесь, ты со мной. Окей, отлично. Ну, и ты с этим столкнулась, и поэтому я считаю, что не надо учить английский. То есть ты меня спрашиваешь, как начать учить, а я всех отговариваю сейчас, видишь? Не надо учить английский, если вам он не нужен реально. Вы с этим не столкнулись, с тем, что, блин, я не могу без английского. Поэтому начинаем с цели. Окей? После этого, что мы делаем, мы занимаемся им регулярно. То есть вариант раз в месяц что-то открыть, приложение скачать, что-то почитать, не пойдет. Не работает. Это то же самое, как пытаться сбросить вес, занимаясь один раз в неделю по полчаса, и то просматривая видео на YouTube. Не работает. Окей? Так, интересно, да. Вот, девчонки, я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы по поводу изучения английского, потому что самый популярный вопрос, пожалуйста, Турана здесь спрашивайте. А Маньца уже выучила? Да, ребят, задавайте вопросы. Да? Отлично. Потому что Маньца вообще не говорила. Кто спрашивает, что я делаю у Бони в эфире? Просто у нас в школе Маньца занимается, и поэтому я у Бони в эфире, чтобы у вас были понимания. Мы часто проводим эфир с Манницей тоже. Кстати, Маньца нам надо на этой неделе показать, как именно ты занимаешься. Поэтому обязательно, если есть вопросы, задавайте, потому что, ну, когда появляются вопросы, на них появляются ответы, да? Давайте мы расскажем, как учила Маньца. Первое, мы установили с ней регулярность, что меньше трёх раз в неделю заниматься не нужно. То есть три раза в неделю у нас должен быть преподаватель, к которому мы приходим. Желательно, чтобы это было онлайн, чтобы не тратиться на это время, да? И, как итог, мы тренируемся. То есть второе, это эффективность того, как мы занимаемся. Маньца, давайте, чтобы скучно не было, вот эта вот скукотища сейчас началась. Давайте Маньца поговорить с тобой, давай. Маньца, я сейчас... Камон, Маньца, давай. Маньца. Что это должно быть? So, tell me, please. Я могу говорить английский. И я был в Америке один год назад. И это два человека. Это потрясающе. Это большие ощущения. Мои ощущения. Сочувствия, да. Потому что вы... Сочувствия. Вы должны говорить с людьми. Коммуникает. Да, коммуникает. Вы можете order food. Да. Вы можете купить какие-то вещи. И тогда вы можете встретить кого-то. Да. Да, абсолютно. Окей. По поводу вопросов... Маньца, молодец, я не говорил, человек вообще слова сказать не мог. Я уже, кстати, читаю, слышу слова в песнях. Я уже понимаю, о чем песни. Маньца занимается уже год. Я просто оставляла, сколько? Да, да. Маньца занимается могла бы, конечно, и чаще. Просто мы летаем много, и не всегда получается, да, вовремя. Но... Абсолютно. И Маньца занимается в течение года. Да, да. И Маньца это делает онлайн, и Маньца это делает за счет тренировок. Маньца, расскажи, пожалуйста, сколько у тебя килограммов учебников? Так, у меня вообще нет учебников, слава богу. И я не люблю, знаешь, вот это, когда репетитором надо ехать кому-то на квартиру или к себе пускать чужого человека, вот для меня это проблематично. А ты разговариваешь по телефону, вот с Билли, с носителем языка, мы разговариваем по скайпу. Вот давайте скажем, что у Турана много именно педагогов, носителей языков. То есть они не говорят по-русски вообще. Вы хотите, не хотите, заговорите по-любому. Да, потому что надо разговаривать. Вот у меня, если я с русскоязычным преподавателем могу что-то спросить, у Билли я ничего не могу спросить, и я ищу варианты, как я ему могу ответить. Поэтому это очень удобно. У меня с носителем раньше был один урок, два с русскоязычным преподавателем. Теперь у меня сбили два урока и один урок с русскоязычным преподавателем. Туран у нас зависла немножко. Где-то она не подготовила интернет себе. Интернет твой зависает, Туран, иногда. Подожди, не слышно, электронный голос был. В каком возрасте начали учить английский? Я начала в 18 лет. То есть довольно-таки давно. Спасибо за реальную энергию. Это энергия. Я имею в виду, это реальная. А что происходит в Казахстане, я не понимаю. Тогда посмотрим, Туран и здесь у нас еще. Попробуем добавить. А сколько нам еще ехать пишут? Четырех. Отлично. Чеченский учить можешь? Я уже знаю, но хочу. А еще я знаю на чеченском. Сейчас, я даже все забыла. Все забыла. Хавава. Как? Хавава. 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 Это что значит? Пойдем. Пойдем. Хавава. Дель-дом еще. Дель-дом. Что происходит, Вика? Я на минуту выпала из эфира. Возвращаюсь в эфир и слышу такие слова. Да, спрашу чеченский, говорю. Нет, я говорю, говорю уже потихонечку. Потихонечку, понимаю. Окей, прикольно. Хорошо. Я выступаю языки, это значит, я готова любые учить. Хоть тангунский какой-нибудь. Тунгусский. А что ты именно делаешь? Как ты именно учишь? Ты что-то делаешь? Потому что, ну, в Алмаголе скорость... Я объясню, как я учен вообще любой язык. Я слушаю, слушаю, слушаю. Для меня очень важно, чтобы язык перестал быть одной такой монотонной кашей. Сначала я слушаю так, чтобы начать разделять слова. Когда начинаю разделять слова, я их записываю на подкорку. На подкорку слово записалось, я один раз перевела, и все. Оно навсегда осталось у меня в голове. То есть я не зубрю. Я только те слова, которые сами ложатся, потом на них накладываю остальные. Вот как-то... Абсолютно. Сколько языков я знаю? Я знаю русский, я знаю украинский, я знаю белорусский, я знаю английский, испанский. Понимаю на французском. Вот. И еще польский понимаю. Почти 7 языков знаю. Круто. Потому что ты правильно это делаешь. Ты же не относишься к языку, как знаешь, О боже мой, мне надо это выучить, чтобы иметь пятерки. И сдать это в школе, как экзамен. Это, мне кажется, такой уже древний век, так учить. Да, многие, да. Многие по старинке еще как-то, да. У меня ужасная связь, тебе вообще зависла. Sorry. Вот. Не знаю, с чем это связано. Давай я тебе поставлю в сториз на тебя ссылку. И тогда ребенка могут прийти, и ты им расскажешь. Потому что я подъехала к месту уже. А где удобно будет? Там студия должна быть white, на левую сейчас. Так, все, у меня видите, слышите? Или у нас тоже связь пропала? Ребят, я поставлю сториз сейчас. Продолжение следует...